Железнодорожные магистрали – артерии страны. Различные грузы идут по назначению, и это движение не должно останавливаться. Разговор должен быть предметным, поэтому до начала совещания глава Мордовии и руководитель Куйбышевской железной дороги осмотрели объекты РЖД в Розаевке и в Саранске. Вместе со специалистами они определили узкие места с точки зрения обеспечения безопасности. Сохранность грузов, бесперебойность их доставки, пассажирские перевозки, вокзальное хозяйство – все это требует пристального внимания и весомых финансовых вливаний. Именно эти вопросы обсуждались 8 ноября в Доме Республики. Некоторые из мероприятий, которые сейчас уже должны быть под нашим контролем, конечно, они требуют капиталовложения. За один день мы это не сделаем. Надо включать в инвес программу, надо реализовывать, выполнять компенсационные меры, которые тоже в широкий перечень есть и позволят нам обеспечить безопасность. Сами за себя говорят цифры. С начала года объемы погрузки выросли в разы. Нефти, нефтепродуктов и цветных металлов – в три. Промышленных товаров – в девять раз. Все это – результат тесного взаимодействия руководства Мордовии и Куйбышевской железной дороги. Чтобы закрепить намеченную тенденцию, есть проект по модернизации грузового терминала на станции Саранск. Его начальная стадия прорабатывалась в июне прошлого года во время визита начальника Куйбышевской железной дороги Вячеслава Дмитриева в Мордовию. Сейчас планы по обновлению терминала остаются в силе. Нужно полностью модернизировать клиентскую зону, привести в соответствие с современным требованиям склад и гараж. К комплексу зданий будет подведена новая автомобильная дорога. Увеличение грузоперевозок говорит о том, что предприятие Мордовии находится на подъеме. Растет объем выпускаемой продукции. Она реализуется как внутри страны, так и за ее пределами. В этой связи особенно показательный пример компании RM Rail. Ее продукция колесит по всей России, а в последнее время вагоностроители предметно работают по внедрению в производство новых видов вагонов. 21 октября на предприятии презентовали цистерну для концентрированной азотной кислоты и контейнер-цистерну для перевозки и хранения сжиженного природного газа. При их производстве используют уникальные алюминиевые сплавы. Это позволяет на треть увеличить срок службы, при этом снижается вес вагона, а полезный объем перевозимого увеличивается. Уже сейчас ясно, что эти вагоны будут востребованы грузоперевозчиками. Безопасность – это еще одна тема обсуждения. Железнодорожный транспорт – это зона повышенной опасности. Сотрудники стальных магистралей постоянно работают по предупреждению травматизма. В этом году продолжается реализация соответствующего инвестпроекта. До завершения года на станции Зубова Поляна достроят пешеходный переход. На станции Саранск необходимо удлинить посадочную платформу. Уже сейчас несколько вагонов поездов не помещаются на ней. Пассажирам неудобно. Это тем более важно в связи с тем, что российские железные дороги успешно работают по увеличению объемов перевозки пассажиров. Все большее количество людей выбирают для путешествий поезда. Передвигаться в комфортабельном вагоне удобно и быстро. В этом году через Мордовию начали проходить двухэтажные поезда из Тольятти и Ульяновска в Москву. Стало больше пригородных поездов из Розаевки до Зубовой Поляны. А с 5 марта по выходным дням маршрут продлен до станции Теплый Стан. Кстати, еще один совместный проект Куйбышевской железной дороги и Мордовии направлен на развитие туризма. Железнодорожники оформляют пассажирские вагоны репродукции Месочкова и Эрзи. Например, 6 октября презентовали вагон с символичным номером 13 фирменного поезда с общением «Пенза-Москва». Он украшен репродукциями картин знаменитого мордовского художника Федота Сычкова. Пассажиры в ходе поездки смогут оценить кисть мастера и захотят приехать в Мордовию, чтобы воочию увидеть картины, а также красоту примакшания. Напомню, что с 5 августа между Самарой и Санкт-Петербургом уже курсирует скорый поезд, украшенный основными достопримечательностями и брендами Мордовии. На заседании также договорились о том, чтобы провести в Саранске хоккейный турнир среди команд компаний РЖД. У нас много ледовых арен, которые смогут принять такие масштабные состязания. Окончательные приоритеты во взаимодействии Мордовии и Куйбышевской железной дороги были расставлены во время рабочей встречи Артема Сдунова и Вячеслава Дмитриева. Перспективы есть. И вот в следующем году то, что мы с вами говорили, я уверен, что Саранск, мы грузовой двор этот откроем вместе с вами и с руководителями из Москвы. И безусловно, второй объект, значимое событие, это чемпионат, турнир по хоккею компании РЖД, которую проведем тоже в Саранске. Мы стараемся и с предприятиями «Газпрома», с другими ведомствами, со всеми проводим, со Сбербанком тоже планируем, такие крупные спартакиады. Но по железной дороге, я думаю, там сильнейшая команда приедет. Это будет вообще для жителей интересно. По грузовому двору я считаю, что уже статистика показывает рост грузооборота, то 20% доходит точно. Поэтому все основания для расширения этого инвестиционного проекта есть. В завершении добавлю, что планы по развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта в Мордовии обсуждались во время рабочей встречи главы республики Артема Сдунова с генеральным директором компании РЖД Олегом Белозеровым во время проведения Петербургского международного экономического форума. Разговор шел об улучшении привокзальной инфраструктуры в Саранске и возможности использования разработок мордовских производителей для нужд российских железных дорог. Вячеслав Кузьменко, Народные новости.